Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы будем говорить о холестерине, собственно говоря, о повышенном. Помните, что он повышается, может, по разным причинам. Это, конечно же, курс анаболических стероидов, если вы такие принимаете. Соответственно, в некоторых случаях это могут быть и другие медикаментозные препараты. Но, конечно же, чаще всего это проблемы с кишечником, бактериальный рост у нас, СИБР, синдром избыточного бактериального роста, проблемы с печенью, естественно, инсулино-резистентность и второй диабет это 100%. Все метаболические синдромы, любые моменты, ну, то есть, бывает он там по-разному. У кого-то идет метаболический синдром через снижение ЛГФСГ и выработки тестостерона, да, и дальнейшего роста сахара. У кого-то метаболический синдром идет через сахар, да, вот. Вот, то есть, у нас главенствующим тогда диагнозом, да, основным в этом метаболическом синдроме будет являться Р-73, повышение глухозных кровей. Но все это, все вот эти вот моменты, они так или иначе, так скажем, у нас посередине лежит проблема с холестерином, которая никуда не девается, если с ней не работать. И нам надо уметь с этим работать. Ну, как говорится, чтобы с чем-то бороться, врага нужно знать в лицо. И сейчас мы с вами поговорим о холестерине, соответственно, и о том, какой он бывает и как с этим можно работать. Заваривайте протеинчик, стругайте огурчики, а мы начинаем. Итак, дорогие друзья, сегодня мы ничего не выдумываем. Мы, соответственно, сегодня читаем нашу энциклопедию эндокринологии. Поэтому для любителей спорить, в общем-то, я вас отправлю к Дэвиду, Гернаду и Доларус Шобек, которые, в общем-то, являются автором данной эндокринологической энциклопедии. Энциклопедия у нас считается последним новшеством таким. То есть, это, в принципе, очень современное издание. И сегодня, начиная с артеросклероза, мы с вами познакомимся с проблемами гиперхолестерина мии. Многие зададут вопрос, почему же артеросклероз в этой энциклопедии стоит первым. И я сразу вам отвечу. Дорогие друзья, ну всё элементарно и просто. Соответственно, проблемы с холестерином так или иначе нас приводят к артеросклерозу. Поэтому, собственно говоря, я так думаю, что авторы именно с этого и решили начать. И мы к этому приступим. Клиническое значение нарушения обмена липопротеидов определяется в основном ролью этих соединений в генезе артеросклероза. Ещё одним поводом для терапевтического вмешательства является высокий риск острого панкреатита при тяжёлой гипер-триглицеридомии. Нарушения липидного обмена лежат и в основе синдрома неалкогольного стеатогепатита. Выяснением характера дизлипопротеидомии важно для выбора метода лечения и способствует пониманию генеза клинического расстройства данного. Артеросклероз, ведущая причина смерти в США, многочисленные эпидемиологические исследования свидетельствуют о многофакторном патогенезе артеросклероза и по меньшей мере адаптивном влиянии всех этих факторов, которые включают гиперлипидомию, артериальную гипертонию, курение, сахарный диабет, внимание, малоподвижный образ жизни, сниженный уровень липопротеидов высокой плотности, гомоцистеиномию и повышенную свёртываемость крови. Атеромы представляют собой сложный комплекс клеточных элементов, коллагена и липидов. Их образование связывают в основном с свободным холестерином и его эфирами. Источником холестерина в атеромах являются липопротеины крови. К контрагенным липопротеинам относят липопротеины низкой промежуточной и очень низкой плотности. Во всех них присутствует аполипротеин B100. И все они подвергаются окислению тканевыми радикалами кислорода и липокосигеназами, которые секретируются макрофагами, присутствующими в атеромах. Окислительные липопротеиды нарушают вазодилитацию опосредственно клетками эндотелия и стимулируют секрецию этими клетками белками хемотоксинса моноцитов 1 и молекул адгезии, которые привлекают моноциты к местам повреждений сосудистой стенки. Токоферол, витамин Е и природные антиоксиданты, локализованные в поверхностных монослоях липопротеинов, противодействуют их окислению. Окислительный стресс, индуцируемый, например, курение, снижает содержание токоферола. Окислительные липопротеинов стимулируют их эндоцитоз через скведжер-рецепторы макрофагов и гладкомышечных клеток, что приводит к образованию пенистых клеток. Я знаю, как вы любите спешить, поэтому у нас же формат лекции, да, то есть я буду прерываться и комментировать. Значит, смотрите, дорогие друзья, нам на первой же страничке, в принципе, энциклопедия подсказывает, как лечить это дело. То есть база, база такая в лечении, как гиперхолестеринами, так и артеросклерозом. Что мы должны сделать? Ну, наверное, мы должны дать витамин Е, и все вспомните там пресловутую омегу-3, но не самое очевидное, миксидол. Миксидол – это тоже, в принципе, некая база, потому что, соответственно, миксидол увеличивает количество липопротеинов и сокоплотности, потому что это очень такой хороший антиоксидант, соответственно, о котором выше в тексте и говорилось. Поэтому вот вам, пожалуйста, две сразу базовых базы такие навалила энциклопедия. Поэтому, соответственно, записывайте и внимательно, внимательно слушайте. Даже если я что-то не проговорю, возможно, подсказочка лежит в самом тексте. Да уж слышит слышащий. При артериальной гипертонии усиливается проникновение липопротеидов под интиму сосудов. Курение ускоряет артерогенез не только за счет своего проксидантного эффекта, но и путем снижения уровня липопротеидов высокой плотности и усиления образования тромбина тромбоцитами активированными. Тромбоциты выделяют тромбоцитарный фактор, который стимулирует миграцию клеток гладкомышечного происхождения в атерому и их пролиферацию. Активированные макрофаги секретируют цитокины, запускающие воспалительный и пролиферативный процесс, секретируемый макрофагами. Металлопротеазы способствуют взрыву атероум, и в них появляются трещины и щели. Контакт тромбоцитов крови с субимтимальным слоем коллагена и тканевым фактором стимулирует образование тромбина, провоцируя острый спазм коронарных артерий. Обратная связь между уровнем липопротеидов высокой плотности и антерогенезом отражает, вероятно, роль некоторых липопротеидов высокой плотности. В извлечении холестерина из атером и защите липопротеинов от окисления. Как показывают антиографические исследования, гиперлипидемическая терапия может приводить к обратному развитию атером. Такая терапия резко снижает частоту новых случаев ишемической болезни. Сердце ЭБС у больных с гиперлиппротеинами, первичная профилактика. А также частоту приступов у больных с уже имеющейся ЭБС, вторичная профилактика. Таким образом, своевременная гиперлипидемическая терапия, подобранная в соответствии с арактером нарушения липидного обмена, снижает необходимость кангиопластики, тонтирования и шунтирования коронарных артерий. В свете столь впечатляющего действия побочными эффекты медикаментозного лечения представляются малозначительными. У жителей США и Северной Европы средний уровень липпротеинов низкой плотности выше, чем у населения многих других стран, где уровень приближается к биологической норме. Высокая частота ИБС в развитых западных странах во многом объясняет, вероятно, именно этим. Следовательно, важнейшее значение должно иметь изменение диеты, направленное на снижение уровня липпротеинов. Ну, конечно, здесь имеется в виду плохой холестерин, липпротеин низкой плотности, плохая, вредная еда, бургеры и всякое такое. Ну, немножко скомкано, как-то у них по тексту получилось, может быть, переводчики накосячили, поэтому и я подчеркиваю. То есть, в целом, они просто намекают на то, что, конечно же, мы все, соответственно, и в Штатах, и в Европе жмем фастфуд, и полуфабрикат, всякую другую гадость, пальмовое масло, да и вообще даже подсолнечное масло. Кстати, это очень плохо, если у вас уже есть проблемы с холестерином. Поэтому, соответственно, мы всех призываем от этих дел отказываться. А теперь, дорогие мои друзья, перейдем к транспорту липидов в крови. Поскольку липиды плохо растворяются в воде, они транспортируются в плазме, связанном с белками. Простейшим примером может служить комплекс свободных жирных кислот с ульбумином. Остальные гидрофобные липиды локализуются внутри сферический глобул, поверхностных слой которых содержат белки. Поэтому такие глобулы или частицы называются липопротеинами. Липо – это жир, да, дорогие друзья. Протеины – это белок. Вот такие дела. То есть, белок тоже важен, кстати, при, соответственно, добирать белка. Важно при лечении гиперхолестериномии. Но там имеются в виду совсем критичные значения. Не как у качков. Ну, то есть, в общем-то, у веганов тоже, забегая вперед, бывают такие проблемы. Они не добирают белочка. Вот эта вот вся связь, которая здесь описывается, теряется. Ну, да ладно, продолжим. Таблица 10.1. На картиночке там внизу она. Сердцевина липопротеидов состоит главным образом из эфиров холестерина и триглицеридов. В хиломикронах преобладают триглицериды, поступающие из кишечника. Опять, дорогие друзья, смотрите мой выпуск. Я, соответственно, мы об этом говорили уже в другой энциклопедии, когда нейронка вам читала учебники патологии. Сегодня я читаю, нейронка отдыхает. А вот, соответственно, вы просто так пожелали, чтобы это был формат лекции. Кому не нравится, могу запустить нейронку. Пишите в комментариях, кстати. Но к чему я говорю? Еще раз. В хиломикронах преобладают триглицериды, поступающие из кишечника. Вот насколько важен кишечник. Все внимание ему всегда. И мы не можем отделять лечение гиперхолестеринами от, соответственно, выявления дифференцированного различных патологических состояний кишечника. И, соответственно, работы с ними. Ну да ладно, продолжим. Богатые триглицеридами и эфирами холестерина, которые образуются в печени, по мере освобождения от триглицеридов, в остатках этих частиц увеличивается относительное содержание эфиров холестерина. Последние содержатся преимущественно в липпротеидах низкой и липпротеидах высокой плотности. Липидная сердцевина всех липпротеидов окружена моноцлое. Амфифильных фосфиолипидов и свободного холестерина, который образует нековалентные связи с белками, а протеинами, располагающимися по поверхности этого моноцлоя. Итак, дорогие друзья, чтобы вам было весело и интересно, я растяну эту информацию надолго. Напишите мне в комментариях, если вы хотите почитать учебник. И, соответственно, чтобы вы не обиделись, одна часть аудитории любит читать учебники, а другая ищет волшебный ключ и перечень препаратов, которыми на сегодняшний день можно быстренько подлечить гиперхолестериномию. И чтобы вложить в этот выпуск и угодить, так скажем, всем, вложить максимум информации, я сейчас озвучу своими простыми словами, что нам делать, ну, вот так вот для, так скажем, поддержания холестерина на коленке, чтобы не навредить. Но чтобы не разводить какую-то огромную лекцию, здесь вы вынуждены будете верить не на слово, соответственно, или перечитать сами, если хотите, инструкции к препаратам. О чём мы должны, соответственно, озаботиться, да, вот я сейчас перечитаю вам об репате или эвукаламп, действующее вещество. Конечно же, в первую очередь, прежде чем мы начнём говорить, какой препарат хороший, мы должны промотать и посмотреть побочные эффекты. Ну, пишут, что, соответственно, будет плохо, если вы будете вводить его при паразитарных, инфекционных заболеваниях, вот, потом, со стороны иммунной системы часто кожная сыпь, нечасто крапивница. Из нарушений желудочно-кишечного тракта может быть тошнота. Со стороны мышечной системы часто боль в спине, артерологии, местные реакции, часто реакции в месте введения могут быть. Вот, но опять же, повторюсь, что в принципе, в принципе, это небольшой такой перечень, да, в принципе, сложно представить, ну, я думаю, что если у вас паразитозы, как минимум вы можете озаботиться лечением паразитоза явно, потом всё-таки работать с холестерином, потому что паразитоз – это такая вещь, особенно если мы говорим о выраженном, что, ну, как бы, да, это первое, чем мы должны здесь заниматься с пациентом, значит, потом мы смотрим лекарственные взаимодействия, фармакологические взаимодействия между статинами и уколамбом оценивали в программах клинических исследований. Отмечается увеличение клиренса и уколамба приблизительно на 20% при одновременном применении со статинами. В лечении клиренса обусловлено повышенной концентрацией PCC-K9, обосредовательными статинами, что не менее не влияло на фармакодинамические эффекты уколамба в отношении липидов, не требуют коррекции до статинов при одновременном назначении уколамбом, поскольку исследование совместимости не проводилось, и уколамб не следует смешивать с другими лекарственными средствами. Препарат, повторюсь, последнего поколения, самый-самый новейший, и, ну, я его давно использую на моей клинической практике, прекрасно с гипогликалитическими препаратами сочетался, с гепатопротекторными дает больше эффект при введении гепатопротекторов. В общем-то, с огромным перечнем препаратов нормально вполне работает. Ну, вам же всем интересно, то, скорее всего, меня смотрите и такие, а как же он на курсе стероидов работает? Потому что, дорогой мой зритель, если ты зашел сюда случайно, да, так сложилось, что меня смотрят качки. И очень часто качки колят себе анаболические стероиды. И возникает вопрос, как же он на стероидах? Отлично, он помогает качкам не умирать от артеросклероза. Я бы сказал, что если качок вот может что-то себе назначить достаточно бездумно, чтобы не получить от этого какой-то прям выраженный негативный эффект, это пускай будет иукалам. Вот, ну, прям вот здесь меньше всего рисков, повторюсь. Ну, препарат маловато изучен. Конечно, какие-то мелкие риски есть, но, скорее всего, вы быстрее себе от шишек в жопе умрете, да, от масла, чем от иукалам вы получите побочку. Хороший, реально препарат. И уже проверено и мной, и многими другими моими коллегами в клинической практике. Так что работает отлично. У вас понижается, с одной стороны, плохой холестерин, с другой стороны, повышается хороший холестерин. Там с триглицеридами все в порядке, изумительно. И все замечательно. И раз уж сам иукаламп заговорил о статинах, сейчас мы поговорим о статинах. Кто-то говорит, статины хорошие, кто-то говорит, статины плохие. А я говорю, все есть лекарства, все есть яд, все дело только в дозе. И в анамнезе, конечно. Не забывайте, дорогие друзья, что анамнез нужно собирать. Если мы говорим про артеросклероз, на мой взгляд, назначение как иукаламба, так, соответственно, статинов, может быть, с комбинацией с азотимивом, с тем же крайне необходимо, если у вас артеросклероз. При отсутствии, соответственно, других каких-либо заболеваний, побочных эффектов, которые могут противоречить данной комбинации, естественно. То есть, нужно все равно изучить ваш анамнез, если такой ядреной бомбой лечить ваш артеросклероз. Но в большинстве случаев это база. В общем-то, с другой стороны, соответственно, если рассматривать дифференцированную статину и какую-нибудь легкую гиперхолестериномию, или там вообще просто дизлепидемию, когда у вас чуть-чуть там, я не знаю, повысились лип протеиды низкой плотности, а хороший холестерин лип протеидов из плотности упал, тогда я считаю неоправданным использованием статинов. Побочные эффекты я вам предоставляю здесь. Вы сами можете зайти на Видаль, почитать. Они очень сильно расширяются. Очень многим людям изначально не подходит статина. Изначально вы можете почитать и увидеть огромный перечень там и у людей, особенно пожилой отзыв взять, да, там невралгии. Потом очень долго фармкомпании, как бы они немножко замалчивают, но вот я не нашел эту статью в Пап Медиа. Она, видимо, где-то очень далеко ушла, старая статья. И, в принципе, это раньше было в некоторых инструкциях. В этой я что-то не нашел, но я так бегло пробежался. Можете сами потом посмотреть. Но могу сказать, что этот момент есть. Мы его можем подробно обсудить. Пишите комментарии. Я найду статью, и мы обсудим вред статинов. Ранние деменции. Об этом очень много говорилось. Но об этом как бы запрещено теперь немножко говорить. Ну, то есть, если брать научные публикации. То есть, потому что в свое время фармкомпании потрудились и прям, типа, настучали юридически по башке всем, кто об этом писал. Но такие моменты есть. У меня есть клинический опыт с пожилыми огромным количеством. С жалобами на деменции, конскими дозировками статинов в их, соответственно, предыдущем, от их предыдущих врачей назначения. Поэтому, ну, дорогие друзья, не надо, как говорится, лишний раз лохматить бабушку. Ну, не надо просто использовать статины там, где они не показаны. Пока речь не пошла в сторону артеросклероза, я считаю, вы можете использовать ту же репату. Вы можете использовать какой-нибудь перечень наотропных средств. Ну, про мексидол мы проговорили. Омега-3 базовая база. Лецитин тоже хорошо в учебнике, когда гипотологию мы обсуждали. Мы немножко его затрагивали, как он там фигурирует. Кому интересно, смотрите выпуск. Ну, об этом еще дальше поговорим. В частности, если вы хотите какую-то схему получить, готовую такую, то берите как базового центрального спектра действия все-таки репату. Да, тут же укаламб. Соответственно, берете ее, и к ней мы уже наслаиваем какие-то вспомогательные препараты. Какие это могут быть препараты? Мексидол. Это может быть омега-3. Это может быть лецитин. Никогда в других темах я не давал наиболее подробного лечения в контексте. Но здесь, наверное, из-за того, что все-таки репата показала свою условную безобидность, так и быть, я решил эту схему дать. И тем более, что у нас, соответственно, как бы есть возможность ее приобрести, что хорошо в России. Также, соответственно, с репатой какая, какие минусы с репатой? Она дорогая, 15 тысяч рублей одна инъекция. Поэтому не удивляйтесь, когда вы увидите конский ценник. Вы платите за результат, как говорится. Если дешевле рассматривать, можно рассматривать дешевле вещи и разбираться дальше, чтобы, соответственно, если вы не можете по какой-то причине купить репату, ну, там уже нужно смотреть. Анаболические стероиды у вас вызвали, гиперхолестериномия, наследственный фактор. И самое главное смотреть, есть ли у вас хотя бы инсулинорезистентность. Диабет второго типа, все. Все. Занимайтесь лечением второго диабета. В первую очередь опускаете инсулин до 5 и до 4, вот прям строго до 4 глюкозу. И длительно ее держите. Как правило, диабетики получают хороший холестерин после того, как это состояние пролечили, нормализовали. Поэтому здесь, соответственно, нужно еще смотреть в контексте анамнеза. Что это? Дифференцированная гиперхолестериномия, может быть, с артеросклерозом, может быть, у вас еще там венозные какие-то нарушения, варикозы есть и так далее. Или это причина приема каких-то средств, препаратов. Может быть, вы очень много курите, может быть, вы очень много пьете. И, соответственно, если это курение, алкоголь, мы убираем его и проводим жесткую детоксикацию. Когда курение, алкоголь, центральными препаратами здесь можно считать хотя бы на первое время. Помимо той же репаты, к примеру, центральными препаратами я бы считал различные натропные средства. И, соответственно, тот же миксидол. Ну, натропы, как правило, они являются одновременно антиоксидантами. По крайней мере, я бы лично выбирал натропы такой группы, которые являлись бы и антиоксидантами. И, соответственно, все, видите, зависит от анамнеза. Все меняется. Только берем алкогольные приключения и уже немножечко у нас разворачивается спектр лечения. Если брать анаболические стероиды, то там зависит от состояния вашего кишечника. Если, в принципе, опять же, человек с алкогольными историями решил колоть анаболические стероиды, ну, понимаете, куда разворачивается анамнез и лечение. Если там какие-то другие проблемы, наследственный фактор, то в другую сторону. Говорить об этом можно очень долго. Поэтому мы, дорогие друзья, немножечко на этом закругляемся. Все будет зависеть от ваших просмотров, лайков. Естественно, не последний раз. И, может быть, мы разберем какие-то случаи. Напишите мне, какая у вас гиперхолестерина мед. Напишите ваши показатели холестерина. Хорошего, плохого, триглицеридов общий. Кстати, никогда не смотрите просто общий холестерин. Бред, бредовый вообще. Так не делайте. Никогда. Всегда нужно смотреть полную липидную развертку. И, соответственно, в зависимости от этого пишите, что вас к этому привело. Может быть, у вас был холестерин, потому что вы курили. Может, кололи стероиды. Может быть, пили алкоголь. Может быть, наследственный фактор. Может, у вас диабет. Или вы не знаете, что диабет. Вот меня сейчас посмотрели, сходили, сдали инсулин, глюкозу. Увидели, глюкоза больше 5,8, 5,9. Ага, инсулин уже там 15. Ну, значит, диабет. Ну, там, конечно, по-хорошему еще глюкозотолерантный тест дать. Гликированный гемоглобин. Но на практике, вы знаете, вот инсулин, глюкоза. И все тут ясно и понятно. Мы же вас не на учет в поликлинику ставим, а как бы работаем по факту. А по факту, вот на мой взгляд, два анализа этих сдали. Уже понятно, куда гуси-куры пляшут. И можно, соответственно, из этого исходя, при желании что-то доназначить, если сомневаемся. А по-хорошему, если мы увидели какие-то огромные цифры, да, там у вас уже сам сахар 6,2 и инсулин 15. Ну, пора лечить. Проще начать лечить. И через месяцок на фоне лечения, ну, например, можно там и гликированный гемоглобин. Посмотрите фруктозамин, и там что-то доуточнить. Хотите цепептиды, смотрите, соответственно, с проинсулинами и так далее. Все в зависимости от ананоза, как протекает заболевание. Но самое главное – инсулин, глюкоза. Инсулин, глюкоза – наше все. И, наверное, запомните так. Если вы не сдавали инсулин, глюкозу, то, соответственно, вообще истории с холестерином вы не лечили. Вы не занимались этим вопросом. Потому что, возможно, вам нужно гипогликолитические средства назначать. А вы вот так вот там что-то вот симптоматически статинами или чем-то забиваете, или омегой какой-то. И плюс-минус он в лучшем случае пляшет туда-обратно. А иногда ничего не меняется. Так что вот такие дела, дорогие друзья. В общем-то, на этом все. Спасибо, что смотрели. Дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Естественно, я напоминаю всем, кто посмотрел данный выпуск, очень важно понимать, что это не вся информация о холестерине, как и в случае с фармакологией, с психологией, с диабетологией. Все выпуски связаны друг с другом. Поэтому помните, что мы только начинаем работать с холестерином. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И да пребудет с вами здоровье, дорогие друзья. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok